Адмирал Вот только иногда эта спортивная фишка Приморья становится центром довольно скандальных новостей. Последние пару месяцев как раз стали таким шумным периодом. Начнем с того, что пришло новое руководство в лице гендиректора Сергея Сошникова, генерального менеджера Александра Селиванова и президента клуба Заирбека Юсупова. Роль новичков – закрывать миллионные долги и пытаться сохранить команду в КХЛ. С финансами дело вроде налаживается, а вот с результатами – не особо. Большую часть чемпионата моряки проводят на самом дне турнирной таблицы. Это привело к тому, что уже сейчас Адмирал потерял все математические шансы выйти в серию плей-офф, где он, к слову, до этого был три раза. А как же исправлять такой игровой спад? Возможно, выращивание местных или хотя бы молодых отечественных игроков. Во всяком случае, эта мысль вытекла после того, как Адмирал расстался с чередой иностранцев и приобрел малоизвестных спортсменов. На эту тему высказался в Рио губернатора Андрей Тарасенко. У нас много очень детей, которые сегодня готовы играть. Вот посмотрите, мы новую команду создали из молодых ребят. Посмотрите, какой показывают советский хоккей. Как они борются за шайбу, как они дерутся, падают под эту шайбу. Просто такое удовольствие. Народ стал приходить и смотреть. В Адмирале заявили, что сегодня без легионеров в КХЛ обойтись нереально. Поэтому решать проблемы клуб предпочел, видимо, другим путем. Только за последний месяц на посту главного тренера побывало три человека. Был американец Фредрик Стилман, потом Андрей Разин, а теперь Олег Леонтьев. Причем ставили новых наставников без каких-либо страховок. Так, якобы на первое время. А между тем, не лучшее положение команды стало поводом еще раз испугаться клубному руководству. На днях член Совета директоров КХЛ Александр Медведев рассказал об идее слияния команд из соседних регионов. Это якобы должно помочь сохранить хоккей в областях в случае вылета из лиги или тяжелого состояния одного из клубов. Для примера, подобное объединение могло бы произойти с Адмиралом и Хабаровским Амуром. Ожидаемо, приморцам задумка не понравилась. Вариант объединения с Амуром в клубе не обсуждался. Руководство клуба видит лишь один приемлемый вариант – сохранение для Владивостока полноценной хоккейной команды, которая будет проводить все домашние матчи на территории Приморского края. К вылету Адмирал не готовился. Напротив, клуб намерен сохранить место в лиге. Серьезность своих намерений мы подкрепляем уже четвертую игру подряд. Может быть, поэтому пока не поздно руководители региона отмечают важность детского спорта. Сами игроки руководства Адмирала недавно это прочувствовали на себе, когда провели мастер-классы у молодежи. Ребята с огромным интересом расспрашивали профессионалов и говорили, что хотят быть, как они. Правда, пытаться одевать юноши в форму прямо сейчас нелогично. До конца сезона всего месяц. Нам осталось сыграть несколько игр на выезде, одну дома. На этом у нас закончится участие в чемпионате КХЛ. Начнется межсезонье. И я уверен в том, что администрация Приморского края, руководство хоккейного клуба «Адмирал» в межсезонье сформирует правильное решение для того, чтобы создать мощную тренерскую базу и, соответственно, и пригласить тех игроков, которые нам будут нужны в команде. С хоккеем, вопреки всем страхам, расставаться не собирается ни народ, ни руководство клуба, ни главы города и края. Это один из самых популярных видов спорта в Приморье. Им занимаются сегодня около 8 тысяч человек. Поэтому «Адмирал» определенно будет бороться за место в КХЛ. И, возможно, после весеннего перерыва мы увидим совершенно новую команду со свежим и уверенным взглядом на игру. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Адмирал»